Российско-грузинская война 2008 года, так называемой пятидневной, есть подвох. Неясно даже, кто ее начал. А в России за сомнительную часть ее авторства по сей день спорят президенты Медведев с Путиным, тогдашний с нынешним. Патриот Грузии вечно доказывает, что Саакашвили не отдавал первым приказ атаковать свой же Цхинвале. Патриот России возводит в триумф операцию против слабейшего противника, еле выигранную с напряжением всех сил. А за что, собственно говоря, воевали? Независимость Южной Осетии не выглядит ярким трофеем. Читая историю пятидневной войны, ощущаешь странное пересекающееся дежавю. Кто тут за что сражался? Грузия 2008 года ведет себя как Россия 2014-го. Саакашвили бросил военный вызов президенту Медведеву. Пятидневная война похожа на бой в зеркалах политических сыновей Путина и их отцов. Политика Саакашвили после революции рос в путь героических имитаций. Первая из них – сама революция с занятием неохраняемого зданием парламента и вывозом шеварнадзе в Москву. Затем у нового президента возник трудный выбор – кого далее имитировать? В мозгу Саакашвили царил Путин и его великолепный пиар. В начале 2000-х годов он был иконой большого стиля для постсоветской Евразии. Даже оппозиционный Кучми Ющенко начинал свою борьбу как украинский Путин. Мечтал стать Путиным и Саакашвили. Но для этого всем известно, надо восстановить территориальную целостность железной рукой. А руки не было. В управлении экономикой дилетант Саакашвили наспех собрал сильную команду и развязал ей руки. Это была его главная и единственная удача. Не без пиара возник яркий театр модернизирующейся страны – рая для инвесторов. Советские государственные руины в Грузии источились до чистейшей коррупции, и государства могли строить с чистого листа. Но с армией было хуже. Оставались кое-какие советские вооружения, весьма устаревшие. Их модернизировали, докупая более современные и тоже советские бронегаджеты у Украины и Чехии. Все вместе шили на живую нитку почти одним дизайном. Саакашвили шел по путинскому эталону, монтировал американское и советского. Готовясь к войне будущего, он создавал дилетантский правдоподобный макет, не способный воевать ни с кем. Похоже было на боеготовность к войне против НАТО телеканала России. Поглощая чудовищную долю бюджета до 8-9%, грузинская армия выглядела весьма правдоподобно. В грезах Саакашвили возникла могучая современная сила, которая нанесет молниеносный удар по российской, в случае чего. Саакашвили сдерживали. Москва попыталась применить мягкую силу, развернули масштабные антигрузинские санкции, ударившие по грузинской торговле и по грузинам в России. Они оказались молодейственны по той же причине, что американские сейчас против Путина. Популист Саакашвили жил в параллельной реальности, как сказала Ангела Меркель по другому поводу. Понимая это, в Кремле сильно нервничали. В то время русские не собирались воевать и почти забыли, как это делается. Воспоминания о неостывшей Чечне подавляли страсти. Выраженным мемом можем повторить, в сытой демобилизованной Москве нулевых никто не рвался повторять Кавказскую войну. И Саакашвили на это делал ставку. Его стратегия выглядит суицидальной, но она такой не была. Она была азартной, как сегодня российская стратегия. На деле президенту Грузии так же мало нужна была Абхазия-Сосетий, как Путину Советский Союз. Саакашвили нужен был только материальный символ начатого воссоединения земель. Оттого, уже приготовившийся к вторжению в Абхазию, он выбрал крохотную, чисто символическую Южную Осетию. Схинвали должен был стать Крымом президента Саакашвили. Но не стал. Президент Медведев пустил в ход выражение «принуждение к миру», сам не зная, насколько был прав. Принуждение далось российским военным нелегко. Войска наносили удар за ударом по собственной авиации, и большинство ее потерь приходится отнести на собственный счет. Еще один великий бой призрачной войны был морским. Грузинские катера хаотически метались среди российских кораблей. По ним палили. Но как со стрельбой по булгаковскому волшебному коту, никто ни в кого не попал. Лучший результат той злосчастной прокси-войны. Европизированная Грузия Саакашвили, как и модернизированная грузинская армия, были лишь пиар-эффектом. Августовский крах Тбилиси лишь отчасти военный. Он прежде всего психологический. Крах пиар-государства, подобного российской системе, только поменьше и победнее. Саакашвили войдет в историю Грузии непоказушными стеклянными полицейскими участками. И как Карл XII в Швеции, разгромом ненужной армии, отбросивший грузинскую нацию во благо же для нее к счастливому геополитическому ничтожеству. Лишь позднее из мемуаров советников Буша в России узнали, что в августе 2008 года Белый дом обсуждал идею военной защиты Тбилиси с включением США в конфликт. Крейсер тезка американского посла в России Макфол вошел в Черное море, дефилируя в фарватере сочинской резиденции президента Медведева с томогавками на борту. Но в этот момент, на счастье России на Америку, рухнул мировой финансовый кризис. В сочетании с президентскими выборами в США он уберег Москву 2008 года, дав ей несколько лет мирной передышки, которой Кремль не воспользовался. Если Саакашвили пристроил к удачно сымитированной модернизации бесполезный муляж грузинской армии, то Путин развернул единственную понятную ему модернизацию – военную. В России 10 лет спустя к муляжу экономики пристроена отменно модернизированная министром Сердюковым армия. Вынудив Россию к военной постановке с человеческими жертвами, Саакашвили показал урок наихудшей импровизации, в которую может кинуться российская система. В 2008 году в Грузии мы посетили панораму своего вероятного будущего. Если боевой азарт Кремля сохранится на нынешнем уровне, в Москве изжуют еще не один галстук. Глеб Павловский Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова